Ну что, поприветствуйте, пожалуйста, Василий Негодович. Можно я здесь в елочке поставил? Я сегодня напоминаю сам себе такого пастора, который охмуряет секту свидетелей красного пива. И мне хочется, чтобы в этой нашей группе почитателей эта прекрасная напитка сегодня стала путь. Я тут взял несколько образцов с собой, но потом сможем попробовать и объясню, чем ремсорф это происходит. Я очень-очень быстро хочу пробежаться по истории самого продукта. Если кто-то не знает, то понятно. То есть история пива насчитывает несколько тысяч лет. Здесь на схеме, которую замечательная компания «Рыбок» подготовила. Здесь нам очень понятно показывать, что еще все 7 тысяч лет было Рождества Христова. В Китае проводились, так скажем, первое производство пива, которое отмечено в документах. Потом 4 тысячи лет назад в Маскопатане и так далее, и так далее, и так далее. То есть история богатая, и есть чем вердиться этому напитку, который, как почитатели пива, считает, что в строении века именно пива помогло спасти население Европы чумы. И из года в год, из столетия в столетие этот замечательный напиток набирал свою популярность. В 15-м веке восточно-индийская компания перевозила пиво в Индию. Так появился Индия ПРЛ. Для того, чтобы сохранить пиво на дороге, они добавляли к большому содержанию хмеля. хмель работает внутри пива как-то естественно для сохранения качества пива. Поэтому его использовали в данном случае для того, чтобы в долгой дороге пиво не использовали. Как делают пиво? Тоже, я думаю, что будет интересен. При производстве пива используют всего 4 ингредиента, главных ингредиентов. Мы не считаем того, что в последнее время многие пивовары, новые волны стараются найти свой оригинальный вкус и применяют интересные добавки. Но классическая технология производства пива выглядит примерно следующим образом. То есть все берется соло. Что такое соло? Это прорабощенный и остановленный в развитии хмель. Его сначала долгое время увлажняют, для того, чтобы он разорвал оболочку зерна. Потом этот процесс останавливают, высушивают и придают ему разные степени цвета. Достигается это, как у кофе, степенью прожарки. Если просто соло высушен, он остается светлым. Если, скажем, дать более длительный процесс жарки, он приобретает, как кармелизируется, и приобретает такой темный цвет. Далее пивовары комбинируют в своих рецептах различные варианты, более темные, более светлые, достигая индивидуальности или достигая тех задач, которые они будут добиться. На схеме видно, что соло подается на соло, за тропинку, где он измельчается, потом смешивается с водой, поступает за трудный чан. Куда добавляется горячая вода, для того, чтобы раскрыть необходимые компоненты. Далее происходит процесс варки. На этом этапе добавляется хмель, который отвечает на этом этапе за формирование горечи в продукте. После этого убирается мезган, отфильтровывается и далее пропускает через верху центрифрук, который отбивает мелкие взятия, и, охладив пиво, пиво подступает в ферментационные танки, где убораживает минимум две недели, в зависимости от сорта, от плотности и расхода. Где в ферментационных танках пиво вызревает, а, я забыл добавить, что сюда добавляется грошек, которые запускаются на ферментационные. Далее, когда процесс ферментации затягивается, проще убирают, обвиняют через фильтр, и уже в конце поступают и в аптеке, и через дополнительный фильтр. Это уже готовый продукт разливается в бутылки и поступает на полке магазина. Это такая, ну, самая упрощенная картинка, как делается пиво и его история. Я хотел бы несколько слов сказать о вот этой крафтовой революции, как ее все называют, откуда она, где она зародилась и как стала двигаться по планете. В этом отношении американцы дали вот тот необходимый толчок, который получил этот образ. Долгое время пиво в Америке представляло собой только лагеря, которые довольно быстро приелись и были не слишком популярны у основного населения. Волна началась, когда в 70-е годы, в конце 70-х годов один выходец из Германии купил компанию и стал экспериментировать с новыми типами пива, с новыми сортами и работая только с потребителями, которые были, так скажем, в доступности возле пивоварни. Это подтолкнуло к большому развитию домашнего перевода пивоварения и появилось огромное количество интересных пивоваров, которые искали у себя в домашних условиях, в гаражных каких-то своих пивоварнях, искали индивидуальный стиль. И тогда стали зарождаться новые компании, которые сегодня у всех на слуху. Такие как Сьера Невада, Поша Рубкинбург. Я хочу показать как мы с собой представляем сегодня эта отрасль в Америке. Сейчас у нас идет дискуссия в Украине отчасти того, что микропереводение в том числе приравнивается к крепкому алкоголю, соответствующими аттестациями, сертификациями и тому подобное. Устанавливается лицензия на интервью торговую, которая осталась примерно 500 тысяч гривен, которая, конечно, не по карману многим микропивоварням. Мы пытаемся сейчас бороться, я не вижу энтузиасты картового пива и небольшие производители пивоварни и ресторанов. И как аргумент мы показываем какую роль и какое место картовое пивоварение занимается, в Америке. Динамика роста просто защитляет. На сегодняшний день в Америке в обороте оборот картового пивоварения составляет 20 миллиардов долларов. Это такая тушительная цифра и показывает 22% роста с 2019 года. В Штатах сейчас почти 3500 маленьких пивоварен. А это очень впечатляющая цифра. И в этой индустрии задействовано порядка 150 тысяч человек. Мы стараемся показать на примере опыта Штатов, что такая даже маленькая бодрость может быть очень нужная для страны, формирующей ее бюджет. Поэтому всячески будем пытаться эту тему подвигать и защищать. Помимо американской волны, которая сегодня придала этой индустрии особый статус и особый толчок, я немножко хотел бы сказать, чем отличается именно новая волна крафтов пивоварен. Это сорта пива. Чем они вообще отличаются, эти крафтовике. Несколько критериев. Это независимость, это независимость пивоварней, они принадлежат крупными концертам. Это размеры, есть три категории, которые определяют величину таких пивоварней. От 0 до 15 тысяч баррелей пивоварней от 15 это микро пивоварней. От 15 до 2 миллионов пивоварней в год это региональные пивоварни и выше 2 миллионов это уже крупные заводы. Так вот, крафтовики являются независимыми, они не относятся к корпорациям таким, как лайдер, сам и так далее. Второй момент это объем производства, я сказал, и в третьих то, что пивоварники постоянно совершенствуют и постоянно меняют свою товарную линейку, добавляя новые, придумывают новые сорта, чем их отличают от масс-маркета. Когда говорят о графном пивоварнии, прежде всего говорят о идее, это Indian Teletel, который претерпел несколько, так скажем, степеней развития и представляет несколько версий, есть классическая английская версия Indian Teletel, американцы придали ему небольшой новый оттенок, облегченный вариант, называется American Teletel и так далее. И есть битгийская линейка сортов, которые относятся, лёгких, более плотных трелей, в том числе и сезонный Season, новая полна, которая идёт по стопам традиционных сортов таких как Эпей. Далее я бы отметил популярность и разнообразие всевозможных стаутов, иметь эферский стаут, шотландский стаут. Одним словом, разнообразие в сегодняшнем крафтовом сообществе настолько велико, что даже человеку, находящимся внутри информационного поля, очень сложно разобраться с тем разнообразием, которое сегодня существует. Ежегодно проводятся огромные форумы, которые поддерживают развитие этой индустрии. впереди замечательный ролик Америка. Я привёз несколько видов на ваш выбор для того, чтобы вы попробовали, оценили и почувствовали, чем отличается крафтовое пиво от традиционных сортов, которые сегодня можно купить в обычном супермаркете. Прежде всего, это высокая степень хмели. Крафтовые сорта отличаются тем, что в большей степени применяются к ней. Сегодня очень популярные хмели производятся в Америке, в Новой Зеландии, в Австралии. А какие-то хмели традиционные европейские, но за счёт их больший акцент, который пивоары делают именно на хмелении, отличает от традиционного пива. Плюс новая технология, которая стала ещё ярче демонстрировать возможности крафтолизма. Это методология холодного и безболого хмелевания. Это уже готовое хмель. Ассоциация холодного выраживания добавляется хмель. И тем самым ещё усиливая эти вкусы. в Украине достаточно много новых дебаварин, которые как правило имеют отношение к ресторанам, бизнесам, ресторанам с дебаварнями. Но есть и те, которые уже работают в дебаварнями. В частности, Рова помогла нам познакомиться с эльбовскими ребятами первоварни, которая недавно открылась в Рове. и ребята используют традиции юргистского пивоварения. Пока не выходят за формат юргистских садов. Пока в формате американская английская верболны не так много компаний и пивоварин, которые начинают работать. Я попробовал сварить сейчас American TNL, он будет в начале апреля, и хочу его презентовать на фестивале «Уличная еда». Рассмотрим, что из этого получится. Что я хотел сказать? И у меня есть несколько проектов, которые я веду сегодня. Есть один проект, который мы задумали в Украине, он называется «Экрандсбор». Его идея заключается в том, чтобы предложить для тех, кто хотел бы работать в этом сегменте полный пакет, который бы включал оборудование, которое мы сами делаем для переварения. Бренд, рецептура, система учета, обучение. И сейчас мы заканчиваем первый тестовый комплект оборудования первую перевариванию. Она будет находиться в Киеве. Это достаточно необычный для Киева гаражный стиль называется «Лесопилка». Сейчас я могу показать. Это действительно интересно. мы взяли действующую «Лесопилку» в помещении большей «Лесопилки» на помещениях этого прикрытия поставим завод и небольшой бар, который мог бы принимать любителей тех, кто хочет насладиться красным телом. Дизайн нам разговаривают инспекторы. известны многие зрители. Это у нас бренд этого проекта. Проектом занимается «Лесопилка». «Лесопилка». А это еще один проект «Ларвард», который будет заниматься дорожевым в «Толкопилка». Я хочу предложить на рынке именно новую волну крафтов «Сортов пива». Здесь будет представлен «Ингерпилка». «Ингерпилка». Интересно. сезон и, ну, таким словом, есть с чего начинать. Поэтому у меня есть надежда, что в Украине эта замечательная тема будет развиваться, и постепенно количество почитателей, любителей пива будет расти. Поэтому приглашаю всех, которые познакомятся здесь с пивом, и приглашаю открыть для себя этот замечательный продукт. Спасибо. Вопросы? И будет дегустация. Пока мы вам подготовили. Уже там. Сейчас. Привет. Собственно говоря, вопрос. Постой. На сегодняшний день, насколько я понимаю, очень мало людей, кто знает, что такое крафтовое пиво, и я в том числе не так еще был таким же. Поэтому вопрос звучит так. Каким образом ты собираешься, вот, наверняка у тебя есть идея, как это продвигать массу, каким образом прививать вкусы нашим людям, возможно, какие-то дегустации, возможно, какие-то события. И поподробнее, вот, по этой лесопилке, возможно, что-то там будет интересное такое. Спасибо. Подожди, спасибо. Ну, сложная такая задача. И скажу честно, почему она сложная? Потому что 98% тех, кто потребляет пиво и любит его, в основном пьет традиционные, да, для нас лагеры. Это такой честный немецкий стиль. К сожалению, консервативность в этом отношении и в данном уровне пивоваров просто выручает. Мало кто хочет выходить за замки вот этого протуренного пути. У меня на первом моем проекте, в Юзусской природе, мы первые стали варить эли. И постепенно-постепенно этот продукт, ну, там, скажем, эти «Булганэш» стал любимым сортом и его предъявляли больше всего. Хотя в начале все так очень осторожно к этому относились. Я думаю, что продвигать нужно, проводя как можно больше форумов, фестивалей, участия в фестивалях уличных и собственных фестивалях. Мы у себя проводили еще 2-3 года назад, мы проводили фестиваль украинских пивоварин, приглашали из Львова, Одессы, Киева, Кайка, Иссо, ну, из многих городов, и получился очень такой неплохой праздник, когда каждая пивоварина могла продемонстрировать свои новинки, свои достижения. И это полюбилось. Я считаю, что это хороший путь для популяризации. Проект «Бесопилка» чем отличается от других? Мне захотелось сделать проект такой далекий от гламура и традиционной формы ресторанных подач. Это гаражный-гаражный такой стиль, в котором не будет хостесом на хоре, и кто-нибудь спрашивает, бронировал ли место? То есть пришел, петь, наслаждаясь. А нет места, сидись, ящик есть. То есть мы хотим создать такую площадку, где можно будет приходить отдыхать, сидеть целый день и быть в общении с друзьями, с теми, кому мы сгорели эту тему. Мне кажется, это такой хороший путь. Потом мы будем организовывать экскурсии на производстве. Третье – это появляющиеся, так называемые, бюлеры, или контрактные приваривания, которые не имеют своих мощностей и приваривания. Они договорились с привариваниями, оплачивают стоимость и флук, и цирен, и валятся по собственному рецепту. Далее уже занимаются в этом самостоятельно. Какая-то хорошая тема. Здесь на лесопилке мы хотим показать несколько пограничных проектов, в том числе в МОНО-борту, в ИПРО, который будет сопровождать. Но это как отдельный бизнес, мы не хотим делать путь к нему непосредственно приваривания, но нашим соседним тоже дружественным проектом можно будет насладиться, скажем, этими изысканными блюдами, я имею в виду, ребрами и пасками. Поэтому просто хочу всех познакомить с этим направлением и предложить, что если у вас есть ресторанный проект и вы собираетесь его делать, предлагаю не идти по традиционному пути, когда крупные компании входят, платят за вход, готовы и в ресторанах, кроме традиционного масс-маркета, мы не тропиться. я предлагаю все-таки приглашать и ставить у себя в ресторанах, в парах, которые будут с удовольствием поставлять и это будет, во-первых, показывать о том, что вы можете расширить свою линейку и работать именно другую, просто потребители, а с другой стороны, пуляризация это замечательная мотивка, и о нем будут лучше узнавать и новые потребители. Следующий вопрос. Спасибо за этот вопрос. У меня было три вопроса, один уже задали, на другой уже ответили, да? У меня был вопрос, как вы считаете, стоит ли в неспециализированных заведениях начинать работать с крафтовым пилом? Ну, очень да, понятно. И вот третий вопрос, что с ценой по сравнению с масс-маркетом, какие прогнозы будут, будет цена повышаться, продлижаться и как все-таки на этом заработать? Ну, то есть, собственно, тема... Да, собственно, возвращаясь к теме. Ну, хочу сказать, что у меня есть проект, мы заканчиваем монтаж сейчас оборудования в Лондоне, мы сделали проект в Лондоне, мы будем работать в Львове, плюс небольшой бак при первом огне. И в Швеции у нас есть проект, но не об этом. Я хочу сказать, что вот эти рынки сейчас наиболее активны и наиболее бурно продвигают тему крафтового пилом. Вот тут, чтобы хотелось бы, чтобы было бы и в Украине. Несмотря на то, что себестоимость крафтового пилом намного, намного больше, в разы выше, чем у фасмаркета. Потому что другого и быть не может. Сегодня крупные заводы работают совершенно по другой технологии, применяя солдовые концентраты, сокращая период упражнения. То есть мы работаем, может быть, мы остались последние те, кто сохраняет вот эту традиционную модель с длительным выраживанием постепенно, используя классические ингредиенты, то есть соль, дрожжи. И несмотря на то, что мы применяем очень дорогие ингредиенты, например, я использовал немецкий сорт, мая, он примерно в четыре в театра дороже, чем украинский, например. Или вот хмелия. В низце ждал, для того чтобы освоить этот комитетный тарел, шинук и амарилы, которые стоят просто сумасшедшие деньги в десятки раз дороже, чем в традиционной методологии. И несмотря на это, я надеюсь, что есть возможность зарабатывать, потому что это абсолютно новый продукт и пример, скажем, той же России, которая впереди где-то года на три, на четыре, бурным ростом сейчас идет работа и продвижение именно на каждого пива. То есть появляются бары, которые одновременно представляют 20-30 сортов пива у себя в баре. И они работают средствами с пивоварнями. Этот путь нам необходим, и чем быстрее мы его начнем у себя пропагандировать и открывать, тем быстрее мы адаптируемся и достигнем к хорошему мировому уровню. Зарабатывать можно, и на самом деле есть потребитель, который хочет пить биво за 11 гривен, а есть потребитель, который готов заплатить 50-40 гривен за трафтовое биво. Ну вот пиво, которое я покупал в убывальне для, ну, перед поездкой, ну, здесь диапазон от 50 до 100 гривен за биво. Ну, понятно, что очень сложно с такой ценой продавать в больших объемах, но все равно есть потребители и на такой продукт, и на такую цену. Я думаю, что именно точная ориентация на потребителя, который искушен и хочет знакомиться именно с этим продуктом, а не смешивая его, допустим, с традиционными видами пива из масс-маркета, я думаю, что это будет правильный путь для человека, чтобы не зарабатывать. Спасибо. Можно следовать? Да. Здравствуйте. У меня зовут Юлис, я из Москвы. У меня просто напротив дома открылся место пива. 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 Мы приехали в Нью-Йорк, и я нашел Барфан, который у меня был, и мы заказали пиво. И у них вот я прирубил длинную стойку, и там 7 или 8, все время менялись на 2. То есть у них был классический бодвайзер, там валий. И я впервые увидел реакцию Тани, когда она выпила, и она сказала, что это? Она русский, и она говорит, что это пиво? Ее реакция на крафт, я думаю, что это может быть так вкусно. И на мой взгляд, то, что делает пиво, и то, что сейчас в Москве очень много крафтовых мест, там есть все твои люди, она там. Ну, все это пока с культуры начиналось 2 года назад. Основная конкуренция, мне кажется, это не пиво. Вино и коктейли. Оно стоится доставимо, но в отличие как вино. Это для девушек там, да? Уставская шато-то пакет. Или второй формат коктейля. Ну, нахера вы поддерживаете нормальный алкоголь? Как говорят мужчины. Здесь есть удивительное инфицирование. Это пиво, напиток понятный. Но оно нифига не пиво. То есть, ты когда это пьешь, ты понимаешь, стоп. Я вчера ходил тут у Сандело же. Я сказал, там все закрыто. Такой вообще, прям домой на Урал попал. Вот. И там был мясо, который выпил со шашлыком. Я взял, да. И говорю, а есть пиво? И они мне говорят, есть какой-то там, что-то без алкогольной стеллоатла? Не знаю, какое бывает. И еще какая-то шляпа. Еще какая-то шляпа, да. Нет, там без алкогольной стеллоатла я не могу. А я не могу. Это просто. Простая. Вот. Там такие пивки сейчас. То есть, они третьи у них в это место. Я думаю, начиналось все непросто. Это очень классный пиво. А вопросы? А вопросы еще? Вопросы еще? А почему лесопилка-то? Это настоящая, это реально не лесопилка. А, прокивается в этом месте. А почему вам близко? Мне сказали имя дизайнера, но это не оправдание. Да, может быть нет. Иностранство? Нет, нет. На самом деле, все хотелось сделать как украинский прогул. Мы, собственно, лесопилка. Лесопилка. Просто в литерах напильскими буквами. А лесопилка-это бухаинское слово? Лесопилка-это бухаинское слово. Просто написание. Ну, мы и красим там вот эту западную страну. Ну, какая бы такая, там, влуда пришедшая. Усапилка. Ну, короче. Да, ты не в проезднице. Это, что ты посчитал, как лесопилка? Нет, это бухаинское слово. Нет, это только проездчики. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Вопрос. Скажите. Ваши пивоварни на проезжине светлых сортов пива вообще нет? Почему? Будут, да? Вопрос. Нет, конечно. Мы будем выпускать всю лагерную. Ну, лагерную. 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 Ну, маловероятно. Мы попробовали. Мы попробовали в Евгии сварить. Она называется АТЛ. American Lager. То есть охмелённый лагер, но при этом использовали, конечно, некую методологию лагерную. Хотя... Почему я спрашиваю, отвечу. В городе Черкасске я имею внушительную форму армию. Черкасскими фирмами мы построили. Её называют Ролоскар. Полгода назад мы строили первую цель. Так вот, я провожу параллель между целевой аудиторией города Черкас. В принципе, это Игорь не даст соврать. Достаточно благодарная публика, как ни странно. И... Да. И целевой аудиторией Трайвичины. Ну, не боитесь ли вы? Нет. Выпуская лагерное пиво, у меня 3% продаж Эля всего нас. От общего объёма в Дневоварне, 3%. А вы на Трайвичине идите в Интаксимулах. Открыть, что это было в акции и продавать крантовые от Дневоварне. Спасибо. Очень хороший вопрос. Я ничего не боюсь. Я из Донецка. И пять лет назад я открыл Дневовскую пиво-варню. Самую большую, наверное, в Украине. Больше двух тысяч квадратных метров. И... Эля... Ну, в Дневовской учебе был очень консервативный город. Не так. Ну, и мой пиво-вар мне просто до скандалов доходило. Он убеждал о том, что никто не будет петь Эля. В конце концов, у нас в течение года было 12 сортов, мы говорили. И больше половины Эля. Эля постепенно-постепенно вытеснили лагеры. Все-таки лагеры отошли на второй план. Самая популярная. Водон, наверное, такой трипл с плотностью 20-21%. Стаут с плотностью 23%. То есть это такой империал стаут. Тяжелый, густой. Там можно ложку поставить, он будет, мне кажется, стоять. Вот. Легкие рели. Ну, не боюсь аж нисколько. Причем и строительно. Я думаю, что на лестнице будет ездить 12 минут из центра города. Я езжу на машине, ну, не пугаюсь. Наоборот, вот посереди такой индустриальной зоны. То есть в бывшем цеху. В окружении таких же индустриальных объектов. Вы не боюсь. Вот чего-то есть такая уверенность. Вот так. Вот так. Причем. Продолжение следует...